Не кажется ли вам, что пришло время вернуться к старым добрым традициям? К чему это я? К тому, что модные евроремонты, они так долго не живут. Поменяли дешевые, ну может быть не дешевые, может быть дорогие двери. И через 5-7 лет они уже все разваливаются, потому что и коробка-то не та. Стеклопакеты тоже вроде неплохо было, да? Но как оказывается, и они пропускают холод. Вот. Что остается неизменным? Неизменным остается высокое качество работ, выполненных по дереву. Ну вот, не так давно я себе палец отхомячил, причем открытым переломом сделал. Старой сталинской дверью, межкомнатной. И традиционным остается качество помидоров и огурцов, выращенных в бабушкиных теплицах. Не в теплицах из поликарбоната, а из стекла. Наверное, кто-то может подумать, что все это дорого, но это не так. Потому что здесь, на Суворово 82, помните, то старый добрый магазин, строитель. Сегодня вернули все те отличные технологии. И здесь режут стекло, причем стекло любое, и работают по древесине. То есть, следующий ваш ремонт и ваша замечательная теплица будет стоять долго. Итак, добро пожаловать или посторонним вход запрещен. Леша взялся за стройматериалы, а посторонние рекламные агенты ломанутся сюда, на Суворова. Типа еще одно место нарыл, несгибаемый наш. Ну, стройматериалами и инструментами не занимается сейчас разве что ленивый. И другой вопрос, как? Мы решили продемонстрировать вам открытие второго десятилетия века 21-го для вас. И потому, как лучшее это хорошо забытое старое, скажем. Лучшее решение и тогда, и сейчас это стекло, бетон и сталь. Стекло дает ощущение и воздушности, и незыблемости. Как, например, американские, да и вообще небоскребы. Стекло это материал из самых долговечных. Он не царапается, не изнашивается и при должной обработке покрепче любого пластика. Тем более эстетичнее и экологичнее. Вы не дышите фенолами и разной прочей ерундой. И подчас весьма опасной, потому как стекло не испаряется. А то, что мы здесь увидели, а это ассортимент, и те чудеса, ранее не виданные, да и сейчас непонятные, поражает. Во-первых, разрешите снять перед вами шляпу. Мой опыт общения со стеклом закончился открытой травмой вены. Пришлось зашивать. Что-то так все просто. Взял банальный стеклорез, взял какую-то ножерезку или это все-таки не так все просто? Ну, не так все просто. Во-первых, это все профессиональный инструмент, и каждый занимается своей работой. Если все идет в года, и все, на первый взгляд, элементарно, но это не все так. Я вижу за вашей спиной очень сложные профили. Такие зеркала, вы где-то их купили, что ли? Нет, все изготовляем сами. Вот такие вот красивые фигурные, это тоже сами умеете делать? Да, все мы это, все изготовляем. Также на заказ все сделаем. Хорошо, я за вами вижу другое стекло. Оно и рисунок имеет, и тонированное. Все, все тонированное, факторное, пожалуйста, выбирайте из нашего выбора, или привозите свое. Также изготовляем все. Посмотрите, я купил, допустим, красивую дверку, да, за 10-12 тысяч рублей. Там встроено стекло, и дверь изготовлена, типа, в Испании, типа, еще где-то там, непонятно. Такое часто случается, что стекло разбили. Дверь выкидывать? Нет, пожалуйста, привозите дверь сюда, и все поменяем. Если это возможно, возможно, и так как всегда. То есть попадем в цвет, попадем в структуру, так что ли? Постараемся. А сколько у вас есть видов стекла, допустим, если, ну, чтобы уж совсем ориентироваться на вот полное разнообразие ассортиментов? Пожалуйста, у нас около 30 видов пока, около 30 видов стекла и три вида зеркала. Зеркало тонированное? Тонированное, серое, все, пожалуйста, обыкновенное. Все Чехия, производство Чехии. Так, совсем задумался. Ладно, проехали про зеркала, про все остальное, все ясно. Придумать можно все, что угодно, и ванна будет ваша совсем уникальная, не такая, как у соседки, что очень актуально для девушек. Естественно, все индивидуально. Полет фантазии. А если, вот, допустим, мой гарнитур кухонный, либо еще что-то пострадал? Я раньше думал, что все, придется весь гарнитур менять, потому что стекло, допустим, светло-коричневая, тонированная, фаска обработанная. Мы также изготавляем фаску, все, все обтачиваем, станком, все. А сроки? Сроки, ну, стараемся в этот же день, но если нет, на следующий. И все-таки материалы натуральные, но получше и стекло, и дерево. Тут вот нам пластики всякие рекомендуют. Поликарбонат спасет ваш урожай. Так ли это? Ну, может, и спасет какое-то время, но небольшое. То есть стекло, это как бы материал более долговечный. Хотя вроде как оно хрупкое, но тем не менее, по опыту эксплуатации, это материал гораздо лучше, чем поликарбонат. Почему поликарбонат? Потому что, ну, легко монтировать, все остальное. А что с урожаем-то случается? Ну, при неопытной эксплуатации теплиц, урожай, как правило, сгорает. То есть в теплицах создается очень высокая температура. Он же все-таки сотовый получается, да ведь? Да, да. И урожай просто при неумелой эксплуатации, он гибнет. А вот у нас как бы немножко такие своеобразные условия эксплуатации, да? Понятно, материал авиационный, космический, там минус 40. Только у нас минус 40, 3 месяца, а самолет летит в минус 40, ну, максимум 3-4 часа. А еще и снег давит. Удержит ли это все? Вот эксплуатация в этом году показала, как это все держится. То есть если пройти по поселку, посмотреть, просто через заборы глянуть, то очень у многих эти теплицы просто проломились. Несмотря на то, что они вроде как арочного типа должны держать, по заверениям изготовителя. Ну, вот зима показала. Хотя, конечно, и стекло, но стекло все-таки на каркасе. На металлическом. И каркас все-таки держит. Теперь мы вернемся к нашему стеклу и скажем, что, наверное, все-таки была ошибка и отказываться полностью от стекла в пользу. Да непонятно, чего, собственно говоря. Да, понятно, что 10-15 лет назад магнитогорское, ну, и вообще российское стекло, оно было такое своеобразное. По-моему, в комнату ужаса или в комнату смеха его можно было вставить. Сейчас какое стекло? Ну, сейчас стекло изготавливается по совершенно другой технологии. То есть флат-метод изготавливается на современном оборудовании, идет практически полированное. То есть без всяких искажений. Ну, и, соответственно, со световыми характеристиками хорошими. То есть светопропускание хорошее, прилавление очень маленькое. Что касается вашего стекла, представленного здесь, естественно, ассортимент меня удивил. Но не только ассортимент, еще и ручки есть. Да, ассортимент у нас сейчас неплохой, потому что мы как бы... Простое стекло прозрачное, это производство салават. Цветные стекла, то есть широчайшая гамма, начиная, значит, от российских производителей, Белоруссия, Чехия, Польша. И вот ведь как получается, мы из пластика и из смол создали себе идола. Но почему же так холодно в домах, хотя батареи и греют-то неплохо? Почему мы слышим и на девятом этаже, как хлопнула подъездная дверь? Почему, извиняюсь, в туалет при гостях дома сходить неудобно? Да потому что сделаны стены из микробетона и гипсокартона. И это барабан по сути, как и двери из ДВП и листов. А по барабану хоть чуть-чуть тресни, так он гудит-то ого-го как. Мы, кстати, 20 лет назад вполне безопасно чувствовали себя дома за нормальными деревянными дверьми. Хотя преступность-то была не ниже, просто писали о ней реже. Мы сейчас при демонтаже окон и при ремонте удивляемся прочности и сухости того дерева. Мы в конце концов не приемлем по сути любую баню, кроме деревянной. Так почему же мы забыли материал, с которым Россию России представить невозможно? Дерево. Да потому что похоронили или продали мощную лесоперерабатывающую промышленность, получив взамену цемент, гипс и песок с искусственными смолами. И ими-то дышать-то не получится, тем более жить в них. Конечно, разрушенное вмиг не восстановишь, но небольшие фирмы, руководимые профессионалами, начали решать и эти вопросы. При покупке дерева хотелось бы, чтобы через даже два года лаги не скрипели, и двери, и штапики не отходили с щели. Ваше дерево не рассохнется? Мы работаем только с древесиной камерной сушки. То есть дерево сушится до определенного процента влажности. Это замеряется все, и после этого мы его покупаем, как бы и здесь из него делаем изделие. Только работаем с сухим деревом. А давайте для тех, у кого ручки есть. Вот они, допустим, у меня, у вас есть. И сделать банальный шкаф, но в принципе, казалось бы, да, там нужна нормальная двадцатка, и хорошие гвозди, и вот этот шкаф. Сколько переездов проживет по отношению к мебели из стружки? Да, в настоящее время в основном вся мебель из ДСП делается, как бы это не парадоксально звучало. То есть мы перерабатываем древесину, делаем из нее опилки, и после этого мы делаем из этого мебель. Так? То есть, ну, а хорошая мебель из массива древесины, она, конечно, ну, не на порядок, а даже на два порядка качественней. Вот обычной мебели. Это я к тому, что вот у нас, допустим, шкаф для книжек, который папа мой сделал, пережил таежный расстояние, да? Потом Чувашия, потом Башкирия, и нормально. Да. Проживет ли это мебель из стружки? Да, конечно, вот тут у нас живые примеры есть, то есть привозят те же двери там, ту же мебель, просят восстановить как-то. Сверху, да, она красивая, она покрыта шпоном, там, чем-то еще пленкой покрыта. Сверху, да. А чуть-чуть немножко там либо кошка написала, либо чайник прорился. Да, там неосторожно где-то стукнули, и все. Вот песочкой получится, да? Обычный песочек с клеем. Вставлено вот современные двери, вот которые стоят там порядка полторы тысячи, там, ну, до трех тысяч. Они просто сделаны из двух листов ДВП, и внутри вставлена бумага на ребро в виде сот. Вот кто видел, это просто, ну, удивление. Но обналичники-то из, вообще, непонятно, МДФ, это для меня очень странная вещь, потому что дверь, она эксплуатируется, она бьется же, там, в сложных условиях работает. Конечно. Мы можем эти же обналичники сделать из нормальной, качественной травесины? Конечно, мы, чем мы занимаемся, в общем-то, у нас есть хороший набор фрез, то есть разные рисунки, разные размеры, ну, и, соответственно, у нас есть условия, где это все окрашивается. То есть у нас есть специальная, как бы, камера, есть материалы, которыми мы работаем. И все это достаточно приемлемые цены? Да, цены приемлемые. То есть, ну, мониторинг-то мы все равно проводим, то есть, цены там мы знаем, какие по городу, ну, в общем-то, ну, стараемся, как бы, в пределах этого работать. Ну, и плюс удобно, да, в центре города? Плюс удобно, и плюс, да, люди заходят, они же не только, допустим, кто-то заказывает дверь со стеклом, то есть у нас со стеклом здесь уже идет выбор большой. Давайте про мониторинг. Все-таки понятно, да, что у человека, у каждого очень попа хитрая. И вот он хочет поездить везде и всюду, а у нас концы какие интересные, да, 50 лет магнитки какие-то, склады, вокзал, левый берег, еще что-то. Здесь цены какие? По стеклу я вам скажу однозначно, что у нас цены ниже. По дереву? По дереву, ну, где-то наравне. То есть смысла нет? Центр города, пожалуйста. Я думаю, что нет. То есть кто хочет, как бы, поискать, ради бога, может поездить, но я думаю, что смысла нет ездить. Кто здесь побывал уже, они приходят по второму, по третьему разу. Ну, и в завершении все-таки небольшие виллы в бок. Виллы в бок тем, кто навяливает вам, ну, не самый качественный товар, потому что вся Америка делается из лесного массива. Мебель там делается из массива. Да, конечно, там ветер дует, иногда все это сносит, но не везде и не всегда. То есть, если надо что-то сделать, лучше из старой доброй древесины, хорошо высушенной и не такой дорогой. Здесь, в магазине строительных изделий, стеклорез, помните, такой строитель сейчас называется, ну, Суворово-82. Это очень удобно. Здесь пробок нету на улице Суворово, в отличие от других мест. Сюда добраться три секунды ровно. Про древесину я вам сказал, теперь про поликарбонат. Материал действительно из авиации, не из космоса, тут ничего не подумайте. В свое время он решил некоторые проблемы, но я видел самолеты, которые стоят, ну, и по 20, и по 40 лет в музеях. Поликарбонат там не такой прозрачный. Поэтому говорить о том, что теплицы из поликарбоната вечно, это тоже абсолютно неправильно. Ну, а зачем? Если теплицы, допустим, в ТСС везде, они все-таки из стекла. Поэтому возвращаемся к стеклу, нашему любимому, родному, которое можно порезать любыми размерами, конфигурациями здесь. Опять же, на Суворово-82. Мало того, если ваша мебель пострадала, ну, вы слышали, да? Никаких проблем нету. Поменяли тонированное, рисованное стекло. Поменяют все, сделают все, восстановят красиво. И вот оно, ваше счастье-то. Никаких проблем. Все то, что доброе, старое, хорошее и дешевое, все здесь.